Запускаем регрессию, зависимые переменные, удовлетворенность с работой и все остальные предикторы, исключением номера респондента. В options ставим уровень значимости для отбора переменных. Если больше 0,05, то убираем. Соответственно, если меньше, то оставляем. Для метода backward, который я и предлагаю выбирать, removal является наиболее важным. Enter не является важным, тем не менее, надо тоже поменять, чтобы entry был ниже, чем removal от требований с PSS. Если при статистикс, то просим принять диагностикс. Запускаем. В случае, когда у нас в регрессии эффективные переменные, надо большое внимание уделять предупреждениям, которые дает SPSS. Нет ли здесь указания на то, что какая-то из данных переменных является избыточной или по-английски redundant? В нашем случае такого нет. В нашем случае специалист только предупреждает, что одна из переменных, как раз дихотомически эффективная, она не коррелирует с зависимыми переменами вообще, поэтому она исключена из модели сразу. Оцениваем общее качество модели. Смотрим, прежде всего, на новую. Видим здесь очень много шагов, то есть много переменных сеяно из модели методом backward. Видим, что зависимые переменные имеют такую вариацию, и при этом такая часть вариации объяснена моделью, то есть является межгрупповой. Подробнее об этом можете смотреть в разделе «Дисперсионный анализ» в видео под номером 4. Соответственно, уже заранее понятно, что R квадрат у нас ниже 0,5. Находим, опять же, требуемый шаг 64. R квадрат 0,39. То есть мы будем делать прогнозы правильные в 39% случаев и ошибаться в 61% случаев. Это низкое качество, неудовлетворительное. Если мы хотим повышать качество модели, повышать R квадрат, мы можем воспользоваться процедурой регрессии с фильтром. Переходим непосредственно к предикторам. Находим 64-й шаг. И переносим в Excel для удобства. Перенес в Excel. Теперь сортирую по значению.